Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами поговорим о подготовке ям для винограда и о подкормочных узлах. Начнем с подготовки ямы. Конечно, можно просто чуть-чуть выкопать, посадить виноград, но винограду все же надо питание, поэтому мы готовим для него ямы. Ну, какую можно выкопать? Идеал это, конечно, метр на метр на метр, но это довольно сложно копать, особенно на некоторых почвах, поэтому, ну, хотя бы вот такого плана, сколько тут получается, ну, наверное, сантиметров 50-60 в глубину, ну, и здесь где-то так же. Значит, выкопали яму, сюда мы будем закладывать навоз, можно сейчас, например, по осени закладывать туда и листья, скошенную траву, все что угодно прикопаем, оставим до весны, чтобы оно там перебродило и дало питание. Ну, и для чего же нам нужен в дальнейшем подкормочный узел? Со временем те питательные вещества, которые мы в эту яму положили, они расходуются, виноград их поглощает, и питаться ему, собственно, становится нечем. Обратите внимание, еще вот на этой яме не так видно, ну, вот, вот здесь уже пошел у нас, например, совсем песок. В других ямах, и это еще как бы очень хорошее место, в других ямах у нас вот столько плодородного слоя, а дальше просто вот песок и гравий. Соответственно, если, ну, понятно, сначала у нас питательные вещества есть, корешки пошли вниз, а потом им питания не хватает, они будут стремиться где-то вот находиться на поверхности. А на поверхности не очень хорошо они будут и высыхать, и подмерзать. Именно поэтому мы делаем вот этот самый подкормочный узел, который позволит нам и подавать питательные вещества ближе к корням растения, и точно так же осуществлять полив. Потому что тоже сверху полили, немножко стимулировали рост травы вокруг, а там в глубину корням ничего не достанется. Итак, что нам надо для подкормочного узла? Ну, вот это уже, собственно, готовый подкормочный узел. Какой-то мешок, то есть что-то, во что мы бы могли положить. Камни, битый кирпич, все что угодно. То есть вот такие вот камушки по огороду собрали, они отлично подойдут. То есть нам надо какой-то дренаж. Когда мы будем заливать жидкость, чтобы песком вот этой всей землей не забивалось, нам нужен какой-то дренаж, поэтому вот. Вот такого будет достаточно. Того, чего есть. Где-то полтора-два ведра. И труба. Абсолютно тоже любая труба. Ну, это обрезки канализационных труб. Найдете что-то другое, широкое-широкое, ничего страшного. Любое то, что есть. Все, ставим туда трубу. И вот здесь вот ямка побольше, чуть-чуть закидали. Ставим на дно ямы. Все. А само растение мы усадим не вот рядышком, а чуть-чуть в сторонке, чтобы ямка была чуть-чуть в стороне, там, где корни у нас разветвляются. И потом через это мы и полив осуществляем, обычный, влагозарядный. И сюда же мы подкормочные все мероприятия проводим, корневые подкормки. Все это будет сюда, и оно будет поступать именно туда, вглубь корням. Ну, скажем так, вот таким образом удобно делать эти самые подкормочные узлы при посадке винограда. Если у вас, например, уже виноград посажен в какой-то ряд, что делать? Можно не таким вот образом, то есть не в ямы, а, например, сделать подкормочный узел где-то вот между. Ну, например, вот здесь, между кустами. И тогда через этот подкормочный узел, например, у нас сидит там куст. С другой стороны мы будем кормить два куста вместе. Это тоже вполне допустимо, и если у вас уже посадки есть, то такой способ установки этого самого подкормочного узла, он будет наиболее удобен, ну, чем копать подкормки, где у вас уже проволока, шпальера и так далее. Здесь у нас уже почти готовая яма, то есть вот все, что по осени было. Если есть навоз, мы туда и навоз кидаем, сверху засыпаем землей и так оставляем до весны. А весной уже будем сюда садить наши растения. Если вы готовите ямы весной, в принципе, то же самое, только тогда, конечно, желательно закладывать уже не вот такой вот, а компост, навоз, то, что есть. Ну, и сверху тоже присыпаем землей и виноград садим непосредственно в землю. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на наш сайт с полным ассортиментом наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч. Пока!